Если можно, вы говорили о том, что вы испытывали, когда звонил кулакал. Что вы испытывали? Сейчас скажу так, чтобы точно поймать этот момент. Что-то божественное, что-то, ну... С праздником. Силу? Силу какую-то? Позвонили. Что? Силу? Силу чувствую? Чью? Ну, что-то... Ну, не нашу силу, наверное, божественную. Не нашу. Что-то одновременно и страшное, и сильное. То есть, ну, то есть... Ну, что значит страшное? Мощь, 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 мощь. То есть, непонятное, как говорите. Потому что страх, он бывает, когда человек гордится, он хочет что-то понять, и не дается ему. И он начинает бояться этого. Мощь, мощь. Вот и Бога же многие люди боятся по этому. Мощь, мощь. Ну, то есть, это скорее не страшное, то, что вы говорите. Это именно великое. Да, великое, что-то большое, да. Я так понял, что звук разбивает пространство и... Ну, то есть, звон дошел до вашей души. Да. В этот раз. Да? Ну, наверное. Ну, наверное, да. Я как бы особо не разбираюсь в этом, но... Ну, как вы не разбираетесь? Есть, что вы реагируете, есть, что вам это безразлично. Если вам не безразлично, значит, есть взаимодействие. Энергетика очень сильнейшая чувствуется. Я вам, хоть я тут звоню довольно долго, и уже вообще я звонарил многие годы, энергетики я лично не чувствую. То есть, есть настроение, есть то, куда лицо смотрит. Ну, то есть, я бы сказал так, вектор. То есть, вот церковь, она же нас не к энергиям ведет, а к Богу. А к Богу это сердце к Богу обратить и к Богу служить. То есть, я думаю, что тут энергетика, это такое дело, что иногда люди берут с помощью энергетики, пытаются мир перевернуть. И тогда получается, что что толку, что если мы весь мир охватим, преодолеем, загнусдаем, а нам нашей душе будет вред. То есть, это не то состояние. У меня, например, когда я звоню, я об энергетике не думаю. Есть такие люди, которые вычитали что-то, что про энергетику, они говорят, ну, это не ваш случай. А вот есть такие люди, что они, допустим, ничего не испытывают ни от церковного богослужения, ни от звона, ни от теплого отношения людей. Поэтому они запрещают с людьми общаться, запрещают возле колокола стоять, как-то указывают, как себя, где вести. И если это, допустим, церковное начальство, оно заботится о том, чтобы человеку никто не мешал приблизиться к Богу и соединиться с Ним. А если это просто посторонний человек, то тогда, конечно, это ужасно, когда люди приходят. И вот я тоже наблюдаю, что ведь даже на территории Лавры никаких случайных процессов нет. Есть все по благословению. Если что-то делается, и оно выходит за рамки благословения, то и дается корректирующее благословение. И всегда все выравнивается. То есть такого, что здесь бесконтрольных процессов нет. Вот, а это, допустим, секьюрити колоколь, это специально начальство повесило, чтобы люди видели, как это происходит, как он поднимается. Поэтому, и вот вы увидели, вы же не каждый раз сможете в Лавре слушать. Вот он стоит некоторое время. Первый раз в жизни слушаю. Ну да, но вы еще придете, он некоторое время будет стоять. Сейчас ведутся работы по подъему. У нас наместник монастыря, это митрополит Павел, Вышгородский и Чернобыльский. Вот он эти работы все благословляет, следит за их исполнением. Прочитал, что Вышгородский меня очень... Да, ну вот это хорошо, что вы прочли. Бывает, люди иногда что-то спрашивают, а там специально таблица написана с исчерпывающей информацией. Я извиняюсь, это же самая древняя церковь в Вышгороде, Павла, ну вот я знаю. Там Бориса и Глеба. А, вернее, Бориса и Глеба. Это наместник наш, митрополит Павел. А там храм Бориса и Глеба. Но он разрушен, поэтому тот храм, я так понимаю, 19-20 век. Там достройки идут. Я понял. А можно как-то, допустим, приходить, общение найти с Вами, может, и об будущем-то полезнее? Ну, Вы можете, Вы уже приходите в церковь, Вы уже Богу угодно, чтобы Вы были здесь. Конечно, всегда можно, если Вас что-то интересует, всегда можно спросить. В этом году мне день рождения на Пасху-то сошелся. Ну, хорошо. Так что уже он наступил. Ну, вот так вот. Так что Вы мне немножко рассказали о колоколе, и я надеюсь, что Вы его запомнили. Это что, ну, чудо Божье, наверное. Да. Спасибо. Спасибо.